Всем добрый день! Сегодня 30 января 2024 года, вторник, город Харьков, на улице минус 1. Сейчас на улице ясная и солнечная погода, без осадков, но с ветром. Солнышко сегодня встало в 7 часов 11 минут, зайдет солнышко в 16 часов 25 минут, долгота дня сегодня 9 часов 14 минут. К нам опять пришел морозец, и там, где остался снежок и такой небольшой, вроде как безобидный лед, сейчас опять гололед стал. Вот так. Сегодня в течение дня температура воздуха будет колебаться от минус 3 до нуля. К ночи температура воздуха начнет опускаться, и к утру будет минус 6. Влажность будет без осадков, ветер 2-4 метра в секунду, влажность 80%. Всем добрый день! Погоду я вам сегодня нашу показала. У нас такой замечательный солнечный денек, правда небольшой морозец. По ощущениям, где-то, наверное, ну не минус 1, где-то, наверное, минус 5. Но ничего, зато у нас проталины есть, уже это хорошо, это значит, что курс на весну. Ну и гололед сохраняется, никуда не денешься. Но ничего, будем надеяться, может быть, солнышко больше будет пригревать, и гололед сам по себе растает. Продолжаются уроки, сегодня их 7. Не знаю, все ли будут или нет, но в данном случае это уже не суть важно. Все равно сидеть до 15.30. Уроков задают много. Мне вчера даже, вы знаете, писали там под видео о дистанционке. Обращайтесь там в министерство образования, в департаменты, жалобы пишите и так далее. Знаете, я много раз думала на этот счет вообще, как мне быть. Но мне надо так, чтобы ребенок мой закончил 9 классов. Поскольку обращение к директору, ну, собственно, к администрации школы не дает никакого эффекта, то мы уже смирились, я буду и дальше продолжать делать эти видео. Это моя отдушина, мне становится легче, я выговариваюсь, потому что терпеть вот этот произвол, который делают учителя, я не хочу просто уже. Но и жаловаться, сами понимаете, что последствия могут потом быть достаточно плачевные. Я кому могла вчера, я ответила. Извините, если я не захожу, я обязательно разгребу все эти комментарии, но я помогаю как могу ребенку и не только с учебой. Что-то я и должна рассказывать и как приготовить, потому что у нас этому не учат в школе. У нас есть труды, но, к сожалению, не уделяется этому внимания. Там делают разного рода поделки, хотя, я считаю, в 8 классе можно было бы рассказывать, как приготовить салат или первое блюдо, или что-то на второе. Я думаю, это было бы гораздо уместнее, чем делать какие-то, извините, застежки, поделки какие-то, или что-то такое, или фонарики, понимаете, непонятно из чего. Нет, это, конечно, тоже надо, но я думаю, приготовление пищи – это как-то основное в жизни человека. Поэтому сразу всем скажу, жаловаться я никуда не буду, не хочу. Как будет, так будет. Мы как можем выполняем все. Ну и какие оценки будут, такие оценки будут. Нам главное закончить 9 классов, получить свидетельство об окончании 9 классов, а потом уже думать дальше, куда идти, либо продолжать учебу в какой-то другой школе. Но это нужно искать лицей, поскольку сейчас же из-за этой реформы нету 11 классов. Не в каждой школе есть 11 классов, либо идти куда-то в какой-то колледж. Но пока Полина не определилась. Хотя, ну, из того, что я уже вижу, она все-таки такой же как бы филолог, как и я, потому что пишет она рассказы. Ей тяжело дается все технические предметы, и математика, и физика, и химия. Как мы не стараемся это делать, вот. Зато литература, вот стоит просто открыть табель, и все понятно, что она гуманитарий. Языки даются легче, хотя наша англичанка, я уже не буду повторяться, это обнять и плакать, то сколько она задает, и некоторые задания просто нельзя выполнить. Вот, и ребенок, ну, есть у нее, видно, она от меня вот это взяла, можно написать рассказы, она любит рассказывать вообще, в принципе, но она старается не показывать свои произведения, ну, наверное, в связи с подростковым своим возрастом как-то. Хотя сочинения она хорошие пишет, мне неоднократно звонила наша классная руководительница, говорит, Оля, ты ей помогаешь. Я говорю, нет, я ей не помогаю, потому что если я ей буду помогать с сочинениями, тогда грош цена ей будет как филологу. Говорю, она пишет сама. Она говорит, нет, ну, правда, очень хорошо написано, очень так основательно. Я говорю, я очень рада, что ребенок хотя бы взял что-то мое, хотя внешне она со мной совсем не похожа. Ну, так получается, девочки похожи на пап. Вот, но говорю, что-то она взяла все-таки мое в плане специализации, ну, ей это нравится. Она создает каких-то персонажей, придумывает к ним. Ну, в общем, растет филолог. Сейчас покажу, что я намереваюсь сегодня готовить. Я отварила бурячок. Бурячок это еще мой, с огорода, и мне его надо выработать в ближайшее время. Вот, отварила, почистила. Дальше я отварила яйца. Вот, пять штук. Я думаю, что я хорошо их сварила. Нормально. У меня осталось немножко твердого сыра, вот такого вот. Ну, в общем, из всего этого хочу сделать такой салатик. Еще нужен, конечно, майонез, но чуть позже схожу в магазин. И, ну, что-нибудь такое. Я не знаю, существует ли такое. Ну, я, вы знаете, никогда не ориентируюсь. Существует, не существует. Я придумала. Вот захотелось мне так. Вот я его сделаю. Также мы купили вчера рыбку. Хек. Это в нашем посаде продается. Килограмм стоит почти 145 гривен. Рыбка ничего, но тут не так много, как кажется. Поэтому я решила, наверное, сегодня сделаю котлетки. Так их будет больше. Добавлю туда лука, ну, приправы. Какой-то еще, может быть, немножко булочки. Ну, и получатся вкусные рыбные котлетки. Мы их очень любим. Ну, что, показала я вам, что я намереваюсь сегодня готовить, как приготовлю, может быть, завтра, может быть, в маленьком видео. Не знаю, как получится. Обязательно все покажу. Я люблю придумывать вот что-нибудь из того, что есть, все повырабатывать и получится достаточно вкусно. Мои все любят, потому что, говорит, иногда ты такое что-нибудь придумаешь, такое в интернете не найдешь. Я говорю, ну, на то она и фантазия. У меня бабушка моя, она была повар. Она работала в общественном питании. И, наверное, возможно, от бабушки я что-то такое взяла, хотя профессионального образования у меня нет. Готовить я готовлю как обычно, как, наверное, большинство женщин. Вот. Она всегда придумывала что-то такое новенькое, интересненькое, особенно на какие-то вот праздники. Вот. И, ну, мама как-то к готовке, так, поверхностные отношения имела, она больше работала. Но бабушка вот вечно что-то придумывала, вечно что-то как-то из того, что есть. Это было очень вкусно. Вот такие экспромты. Вот поэтому и я беру пример с бабушки. Ну, придумываю. Ну, а что? Все равно надо радовать не какими-то уже заезженными рецептами, а чем-то новеньким. Все я вам сегодня рассказала. Пойду я потихонечку готовить. Там еще надо сбегать и в магазин. Ну, в общем, день проходит достаточно быстро. Ну, а вечером мы садимся за уроки. Вот. Поэтому всем сегодня вот такого классного солнечного дня, как я вам сегодня вначале показала, все-таки солнышко к нам приходит и все больше и больше уже все это напоминает весну. Так что нам сегодня всем мира, добра, позитива, благополучия и всего хорошего. И всем пока. До завтра.